Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь прилагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла, глава 8, стихи с 14 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суетенно, не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью и в свободу славы детей Божиих». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. И сегодня перед нами 8 глава, стихи с 14 по 21. Итак, в первом стихе сегодняшнего отрывка мы читаем. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Очень важная тема, которую поднимает сегодня апостол Павел в своем послании, в этом сегодняшнем отрывке. И эта тема, она не закоплена только чисто в этом послании, потому что отрывок усыновления человечества Богу очень четко показан в отрывке, который мы читаем на Рождество Христово. Это послание к Галатам, 4 глава. Как раз-таки там говорится о том духе усыновления, который получает человек, уверовав во Христа, который и позволяет взывать о воочи, о чем дальше будем читать. Итак, «сыны Божии» мы не можем сами себя так назвать. Мы получаем это усыновление через веру во Христа Иисуса, а принятие веры свидетельствует нам то, что мы водимся Духом, то есть благодатью Божией, о чем апостол Павел в Галатах пишет, задавая риторический вопрос Галатам. «О несмысленной Галаты, кто прелестил вас, не покорятся истины. Вас, у которых перед вашими глазами был предначертан Иисус Христос распятый». То есть они увидели буквально перед глазами распятого Иисуса. Настолько они глубоко поверили в Евангелие, в историю спасения через Господа Иисуса Христа и его смерть и воскресенье. Итак, мы должны быть вводимы Духом. И этим определяется наше сыновство. Мы не можем просто назвать себя сынами Божиими. Сыны Божии вводятся Духом. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Страхе от закона, от проклятия закона, от этого вечного колеса, которое не имеет ни конца, ни края, бегаем по кругу. Помните, как в песне? Мы думали, что мчимся на коле, а сами просто бегали по кругу. И вот это бегство по кругу, оно еще определяется неким страхом, пониманием того, что «а где спасение-то?» Где выход? Я бегаю по кругу, а выхода нет. Поэтому мы приняли не Дух рабства, не Дух вот этой беготни по кругу. Мы приняли путь. Христианство — это путь, путь спасения. И приняли не для того, чтобы жить в страхе, как прежде, в ветхозаветные времена, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва-Отче. Это то, как раз таки, что и было в послании к Галатам, о чем мы читаем на Рождество. Авва-Отче — это непростое словосочетание. Это непростой призыв. Дорогой отец. Как мы пишем в письме «дорогой отец», уже в этом есть какая-то семейственность, какая-то интимность, глубина сыновных, дочерних отношений. Но здесь еще глубже. Вот этот призыв Авва-Отче — это призыв младенца, это призыв ребенка, трехлетнего, который научился говорить, научился ходить, и который очень любит своего отца, для которого отец — это источник силы, источник и наказания в том числе, но источник и любви, и буквально жизни. И вот этот ребенок, он всегда тянет руки к своему отцу и зовет его «папа». Отец, дети зовут своих родителей, своего папу отцом в более старшем возрасте. Поначалу всегда это простое. Мама и папа. Папа — это призыв глубочайшего доверия. Авва-Отче. Папа — отец. То есть вот в этом призыве, вот в этом детском лопотании «абба» — «папа» заключена очень глубокая и тесная семейная интимная связь между ребенком и отцом. Неважно, это сын, дочь, здесь не суть важна. Все любят папу. Вот этот дух усыновления, он в этом и заключается. Мы усыновляемся по благодати Богу. Усыновление необходимым образом должно сопровождаться водительством духа. Если этого духа нету, если нет переживания о благодати, то что-то здесь не то. В этом есть какое-то лукавство. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии». Действительно, дух сыновства, дух усыновления, он чужд страха. Мы — рабы Божии, несомненно. Мы всегда в своем этапе жизни будем возвращаться к этому пониманию, особенно в минуты покаяния. Не как рабы окончательно, да, потому что рабов их направляет только страх, страх наказания. За бегство их казнят или накажут, да. Их работа на господина, она действительно рабская и сопровождается страхом. А наша работа к Богу, она тоже сопровождается страхом. Но страхом не животным, страхом не наказания, страхом любви прежде всего. Соответственно, мы любим Бога. И вот в этой любви, рабской любви, возрастаем состояние сыновства. И Дух, присутствие Духа Божия в нас свидетельствует и говорит через любовь, утверждает нас в том понимании, что мы сыны и дочери Божии, дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, и все только с Ним страдаем, чтобы жить с Ним и прославиться. Да, мы действительно страдаем вместе со Христом, мы следуем за Ним. И в этом смысле эти слова как раз-таки большое напоминание всем нам о том, что в этом веке действительно никто молочные реки, кисельные берега нам не обещает. Действительно, этот мир, это мир, где еще царствует, скажем так, нарушенная иерархия, где грех еще в силе, где есть последствия греха, смерть, тления, наше умирание, болезни. Все это есть, и это никуда не девается. Господь может явить чудо в нашей жизни и явить нам отблески того небесного царства, к которому мы все стремимся, здесь, на земле. И через святых Он нам это являет. Но путь страданий, путь борьбы необходим. Борьба, прежде всего, с самим собой, со своими страстями, с похотями, но порой это сопровождается и физическими страданиями, болезнями. Поэтому нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Не стоит переживать и не стоит унывать от этих страданий. Стоит правильно к ним относиться. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете, не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу, славу детей Божьих. Все страдают в этом мире, но спасение всему этому миру будет через покорение воли Божьей именно человеков. Ибо через грех человека страдание пришло в мир, через покаяние человека и исправление его это страдание из мира исчезнет. Первый из людей, кто это совершил, это Господь наш Иисус Христос, умерев за нас на кресте. Поэтому, взирая на надежду нашего спасения, будем в страхе Божьем, сыновней любви к Богу, совершать дело нашего спасения. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова